Всем привет! Я Мария Петрашко, агентство теленовостей. Не секрет, что некоторые наши с вами соотечественники переехали. Кто-то вслед за американской мечтой, кто-то за европейской релокацией. Но вот ожидания и реальность оказались уже очень различными. И все их жалобные рассказы, особенно про систему здравоохранения, настолько меня впечатлили, что я решила детальнее разобраться, с чем же западная медицина хуже, а может быть все-таки лучше, отечественная. Зима, снег, лед. Представим ситуацию. Упал, очнулся, гипс. Сколько в Беларуси в таком случае будет стоить госпитализация? Бесплатно, правильно ответите вы. А что, если та же ситуация происходит с человеком, ну, например, в США? Какая бы хорошая страховка ни была, даже страховка прекрасная, все равно полностью страховка такую услугу не оплатит, и обязательно потом придет счет. И этот счет может быть очень большой, то есть он может варьироваться от нескольких сотен долларов до нескольких тысяч долларов. Предположим, у меня страховка очень хорошая, но я ломал руку, вот мой личный опыт, и мне пришлось самому приехать в больницу, в отделение скорой помощи, прождать там 8 часов в зале ожидания перед тем, как увидеть доктора. А это считается хороший такой госпиталь, там супруга Клуни рожала, ну и так далее, то есть такой известный госпиталь. Вот 8 часов там пришлось просидеть, и потом вот была оказана помощь, сделали ремень, не знаю, что перелом. Ну, это мне обошлось порядка 800 долларов. Плюс ко всему, страховка, естественно, заплатила раза в 3-4 больше. А что, если неотложная помощь понадобилась в Германии, например? Мы же с вами как привыкли. У нас давление 140-150, мы вызываем скорую помощь, нам делают укол. Здесь вам скорая помощь не приедет. А если вы все-таки вызвали ее, и они приехали и увидели, что у вас недостаточно сложный случай, вам придет штраф. Представим, тебе стало плохо на улице, кто-то из прохожих называет тебя скорую. Нет, не забирайте меня. Так происходит. Часто люди говорят, не вызывайте скорую, потому что это очень дорого. Несколько сотен долларов просто с доставкой в больницу. Помните, огромные рефрижераторы прямо в центре Нью-Йорка с сотнями погибших от ковида, которых даже не могли похоронить? Тогда особенно остро обсуждалась тема высоких цен на медобслуживание, ведь простые американцы предпочитали заниматься самолечением, а не вызывать скорую. Женщина заболела ковидом и после 4 месяцев лечения получила вот такой счет. 2 миллиона 875 тысяч долларов. Вы скажете, Мария, все же ведь покрывает страховка. Что же вы нам ужасы рассказываете? Как бы не так. Само наличие у вас страховки не гарантирует то, что эта страховка будет вам что-либо покрывать. Вот мой друг Вова, который сейчас заплатил 6250 долларов за удаление аденоидов в Америке, у него, между прочим, была страховка. У него была дешевая страховка, которая ничего не покрыла. Но, тем не менее, он был обязан эту страховку иметь, потому что в противном случае, если бы он эту страховку не имел, то он точно так же бы заплатил 6250 долларов за операцию. Плюс ему в начале следующего года прилетел бы еще штраф от своего правительства, потому что за то, что он эту страховку не имел. Поэтому американская медицина совершенно не работает. Платишь страховой взнос каждый месяц, и при каждом визите к врачу ты еще доплачиваешь небольшую сумму за как раз-таки визит, либо за какую-то процедуру. Прием у специалиста 150 долларов стоит. Незастрахованные пациенты будут оплачивать эту сумму полностью, да, вот 150 долларов, и не доположь. Застрахованные пациенты будут оплачивать примерно 20 долларов от посещения. То есть 130 оплатит страховая, 20 долларов вы. Дальше небольшой комплекс обследований, например, там, я не знаю, флюорография, какие-то анализы, ЭКГ, будет стоить примерно 700 долларов. И здесь застрахованные из этой суммы будут оплачивать 200-250. Повторюсь, все будет зависеть от вашего плана, если возьмете самый дорогой план, то там вообще минимальная доплата. Но в среднем, да, 200-250. Простейшая операция может стоить 25 тысяч долларов. И при средней страховке вы доплачивать будете 2,5 тысячи долларов в случае вот наступления такой операции. 750 баксов за флюорографию и ЭКГ? Да даже если 250 долларов доплатить к страховке. Вы серьезно? У нас таких цен нет даже в платных клиниках. Ну так может в американских клиниках обслуживание круче, чем в наших платных? Хотя флюорография, она же и в Африке флюорография. Каждый год у нас умирает 250 тысяч человек только из-за врачебных ошибок. У нас очень плохо развита такая вот профилактическая медицина. То есть если что-то случается, если сердце остановилось, да, тогда действительно включаются очень сильные, так сказать, вот доктора. И включаются к этому очень такие медицинские силы хорошие. Но плохо, что до этого доводят. Мы, кстати, знали, что в Беларуси у нас не просто это бесплатно полное обследование, но у нас еще на государственном уровне сейчас обязуют и выделяют отдельный выходной, чтобы человек вот весь день проходил обследование все. Страховка может оплатить это только если это необходимо. Поскольку страховые компании очень неохотно вообще оплачивают такие вот вещи, как профилактическая медицина. Нам сложно это привыкнуть, когда мы привыкли, взяли, пошли, если надо заплатить деньги, заплатили деньги, получили прием. Все, как бы любой каприз за ваши деньги. Здесь так не работает. Вы тратите деньги, тратите намного больше денег, но не получаете даже близко такого сервиса и той скорости сервиса, который есть. Если вам нужен определенный врач, то, скорее всего, вам придется его подождать. И здесь совершенно нормальная ситуация, когда вы звоните в праксис врача, у которого вы уже были, или которого вы просто нашли в интернете, или которого вам подсказали, неважно. Вы звоните, а вам говорят, да, конечно, но мы можем назначить вам время через 5 месяцев. Раньше, извините, у нас все занято. Это тут очень часто бывает. Или они вообще могут отказаться сказать, что у нас мы просто не принимаем больше пациентов, потому что у нас все забито. И для наших людей, давайте я буду так называть, для нас это шок, потому что мы-то как привыкли. Мы привыкли, что сегодня у нас что-то заболело, а завтра мы пошли к врачу. То есть это у нас в авторитарных странах есть выбор, платно и без очередей, или бесплатно, тоже часто без очередей, но это смотря какой доктор. А вот в эталоне демократии выбора нет. Либо много платишь за кое-какую медицину, либо умри что-то. Если у вас нет в Калифорнии страховки, то я посмотрела свежие цифры. 750 долларов штраф на взрослого, 375 долларов на ребенка. Мы привыкли к тому, что ребенка можно вызвать врача. Этот врач пропишет вот такой вот список лекарств, которые надо принимать, и еще отправить на кучу анализов. Здесь, скорее всего, этого ничего сделано не будет. Врач домой не приедет, вам придется везти ребенка в детский праксис. Но это еще далеко не все плюсы страховой медицины. Учитывая, что медицина платная, и встречаются иногда недобросовестные врачи и клиники, которые пытаются вписать какие-то экстрадополнительные услуги, которые пациенту, например, сейчас не требуются. Хотели быть те же американцы с системами дообслуживания, как в Беларуси, социальными? Судя по опросам, да? Я думаю, это хорошо вообще-то, ведь многие люди застрахованы, а значит, постоянно вынуждены думать, как платить за страховку. Это однозначно более доступно для всех. Я думаю, что это своего рода необходимость для государства – заботиться о своих гражданах. Об этих прелестях страховой медицины по американскому телевидению вам не покажут. В Беларуси вот во сколько обычному жителю обойдется, например, удаление аденоидов? Вообще-то это делается бесплатно. А что, например, в США? Мой друг, который проходил эту процедуру, то есть операцию по удалению аденоидов в одной из клиник во Флориде, в действительности заплатил не 3000 долларов, а 6250 долларов. Поэтому, кто бы там что ни говорил, но американская медицина является невообразимо дорогой. А сколько стоит в Беларуси гастроскопия? Ее тоже сделают бесплатно. Но это в Беларуси. А сколько, значит, эта клиника просила за эту процедуру? Ну вот, за гастроскопию, сенсором. Готовы? Готовы? И плюс биопсия. Готовы? Готовы? Задержите дыхание. Задержите дыхание, да, как это задорно все время. Задержите дыхание, задержите дыхание. Держи! 10 184 доллара и 35 центов. Бум! Ребят, это просто жесть. На фоне цен на гастроскопию или флюорографию за 250 долларов со страховкой, мне страшно предположить, сколько в США может стоить осмотр офтальмолога. Причем такой комплексный, чтобы было не только бинокулярное исследование зрения, а чтобы вот и пневмотонометрия была, и авторефрактокератометрия, и оптическая биометрия, и осмотр глазного дна с фунду с линзой. Вот чтобы все это было. Так вот, в Беларуси все это возможно сделать и бесплатно. Но эксперимента ради, я пошла в платную клинику, причем в ту клинику, которую деструктивные телеграм-каналы обзывали дорогой, придорогой, самой дорогой. Так вот, весь этот полный комплекс услуг, без ожидания, очередей, обошелся мне не в 200, не в 700, не в несколько тысяч долларов, а в 184 рубля. То есть 68 баксов. Хорошо, округлим. В 70 долларов. Возможно ли такие цены в США? Не думаю. Нет, 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 невозможно. За 100 долларов здесь можно только сделать самое примитивное глазное обследование, чтобы узнать, какие у вас диоптрии. А чтобы сделать УЗИ, чтобы вот то, о чем вы говорите. Во-первых, для этого нужно записаться, и уйдет очень много времени на это. То есть, например, чтобы пройти вот такое обследование, как вы говорите, нужно записаться за 2-3 месяца, наверное. Очень много ждать. Ну, кстати, в платную клинику у нас я записалась, и уже там через день, а могла бы и в этот же день попасть на следующий. То есть у меня был выбор, я вот уже через день пошла на это полное обследование. Не было так, что месяц там нужно ждать. Даже недели не пришлось ждать. То есть очень в этом плане не было очередей совершенно. Приходишь, когда тебе удобно, сразу идешь на свое время и все. Что можно сказать? В США живут отличные маркетологи, которые могут раскрутить все, что угодно. Но это чаще всего не более, чем потемкинский оазис американской мечты. Они выставляют вот такую сумму, там, 10 тысяч, и в итоге им платят 600. Это какими нужно быть барыгами, чтобы вот так вот завышать цель. Ну, это делается с определенной целью, да? То есть, как мы считаем, что это сговор страховой компании, страховых компаний вообще, в принципе, и провайдеров, то есть клиник и врачей. Почему же так происходит? Когда в системе круговорот таких денег возникает своего рода эффект нагромождения, когда каждый хочет урвать свой кусок из этого огромного банка денег, сказала Элизабет Розенталь, бывший врач, написавшая книгу о том, как здравоохранение стало большим бизнесом. Полезная информация для всех, кто возмущается, что это, мол, плохо, что в Беларуси медицина бесплатная, а не страховая. Впрочем, за последнее время я провела по многим причинам просто огромное количество времени в наших медочереждениях. И теперь, глядя на всю систему нашего здравоохранения изнутри, я с уверенностью могу сказать – милосердие – вот главное слово настоящего медицинского работника. Но если это слово меняется на слово «прибыль», то страдаем все мы, обычные люди, которые в любой момент могут стать пациентами. Только вот в нашей системе это слово возникает лишь в единичных случаях – жажды наживы, и сама система пресекает это. А вот глядя на американскую, даже европейскую систему здравоохранения, извольте, остается только посочувствовать. Так что же нам мешает ценить свое? Ту-ту-ту!